Здравствуйте, меня зовут Милена Амеди, я родилась в Крыму и в этом блоге рассказываю о событиях, которые происходят у меня дома на родном полуострове. Поехали! Самопровозглашенные власти Севастополя игнорируют возмущенных жителей города, которые задыхаются из-за работы строительного завода, расположенного рядом с их домами. Вот видео, на котором видно, как предприятие загрязняет воздух. И все, вон туда, вон. О ситуации местным журналистам стало известно в конце апреля, когда на полуострове был усиленный карантин. Поэтому жизнь в этот период они назвали адской самоизоляцией. Открыть окна, пока работает завод, а это 6 дней в неделю, невозможно. Более того, грузовики с мусором приезжают даже ночью. Не знаю, как будет дальше, чем мы начнем болеть и как это отразится на нашем здоровье. Ну, я не знаю, почему власти города просто вот так вот закрывают на это глаза. Это не виртуальные домики. Это настоящие жилые дома, где живут люди круглогодично. Это центр города. На каком основании здесь такое вредное производство? Это не промышленное производство. Это вредное производство. И мы очень просим наши городские власти, чтобы о нас подумали. Тогда на претензии севастопольцев представители компании ответили, что их завод уже 30 лет находится в промышленной зоне. А дома местных приобрели статус жилых помещений только в 2014. Что касается уровня шума и пыли, там якобы еще в прошлом году установились защитные экраны и специальные системы, поглощающие пыль. На предприятии даже проводились несколько раз проверки. Меня уже неоднократно проводили проверку и природоохранная прокуратура, и прокуратура Гагаринского района. И выезжали в лаборатории непосредственно и в момент, когда я вызываю для проведения производственного контроля, и в момент, когда я их не вызываю, а они просто сами приезжают по обращениям, скажем так, да. И в том случае, и в этом случае данные совпадают. Шум был в пределах 60-70 дБ, а на сегодняшний день он в пределах нормы. В пределах 50 дБ, 55, необходимых для того, чтобы находиться. Это естественный фон. Вот только местные жители этим словам не поверили еще тогда. И утверждали, что во время проверок предприятия работают в полсилы. И продолжали публиковать видео в соцсетях. С тех пор природоохранная прокуратура подала на предприятие в суд, потому что выявила превышение уровня загрязняющих веществ в воздухе и несоответствия санитарным правилам обращения с отходами. Компания дела проиграла и должна была установить санитарно-защитную зону в 300 метров. Вместо этого просто натянули сетку вдоль забора. И это, конечно же, не помогло. Пыль до сих пор летит в сторону жилых домов, а люди по-прежнему задыхаются. 1 августа 2020 год. Смотрите, что творится. Вот еще раз. Снимаю. Смотрите, смотрите. Смотрите. Сколько пыли. Смотрите. Мы ничего не чувствуем. То, что сетку они натянули, это чисто для отвода глаз. Пыль как летела вверх, так и летит. Летом еще тяжелее, чем зимой. Да, воздух сухой. Ни фруктов, ни овощей мы не увидели. Как видите, все высохло, все белое. Окна по-прежнему. Ловим момент, когда можно открыть. Ну, чтобы их открыть, нужно вымыть сетки со шланга. Ну, ничего, никаких улучшений нет. Просто разочарованы и надеемся на лучшее. Местные утверждают, что к заводу начали прокладывать дорогу, из-за которой в конце августа вырубили несколько десяток деревьев. Обращения жителей все в природнодзор игнорируются. Здесь вывезли буквально на второй день уже, когда они прорыли за один день примерно, или за два. Сразу же вывозили все эти деревья. Вот здесь у нас деревья и сосны, и дубы, и много кустарников. Дорога объездная сделана, это было где-то года полтора на раз сделано объездная на этот завод. Местные чиновники только сейчас приехали на место, чтобы выслушать возмущенных жителей, которые рассказали, что на самом деле происходило, когда Роспотребнадзор проводил проверки. Когда они приехали в июне, фиксировали мы лично, тоже сфотографировали, как сидели люди с рациями, как по рации отключалась техника, все стояло, проводились замеры, после этого все опять запускалось. Чиновники со своей стороны пообещали провести очередные проверки и встретиться с заместителем губернатора города. Но добиваться закрытия предприятия, похоже, не собираются. Если мы выявим в ходе проверок и городское хозяйство в том числе, то тогда нужно будет, я так думаю, обязать их дополнительные какие-то меры для того, чтобы вся вот эта пыль, грязь, шум, вплоть до того, чтобы пластиковые щиты какие-то ставить или еще что-то. Я продолжу следить за тем, как работают крымские чиновники и выполняют ли свои обещания. Меня зовут Милена Миди, это телеканал «Дом». Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал YouTube. И обязательно делитесь с нами тем, что происходит у вас дома. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok